Ну а далее сюжет от Тамерис Леугобыловой про День Семьи. Антумана, расскажите, пожалуйста, какая должна быть семья, идеальная семья, счастливая семья? Расскажите немного о своей семье. Сколько у вас человек, сколько деток? Ну, себя, я так думаю, она должна сохранять свои традиции, обычаи, то есть продолжать ту дорогу, которую нам показали, учили, воспитывали наши родители. Поэтому семья у нас большая, у нас 5 детей. Мы стараемся их воспитывать в основе традиций, бытия, то есть соблюдаем. То есть простая казахская семья, которая сохраняет традиции обычаи нашего народа. Воспитание мы большое внимание уделяем интеллектуальному развитию, физическому развитию. То есть практически у них свободное время не бывает, они занимаются. То есть мы учтим наших старших людей, старших, вот сестра у меня старшая, она как бабушка, например, она всех воспитывает, занимается с детства их воспитанием. Ну и мама, соответственно, занимается. В свободное время девчата помогают маме, бабушке помогают на кухне, значит, по дому. Мальчики мне помогают по хозяйству, в свободное время шахматы играем. То есть проводим соревнования дома, кто сильнее, кто лучше по шахматам. Если есть свободное время, поем песни, коробки слушаем, поем вместе. У нас семейная традиция – это вечернее чтение. То есть мы каждый день уделяем время на чтение. То есть все у нас прерывается, и буквально на 9 часов мы читаем книги. Каждую неделю, это наша семейная традиция, мы ездим в наши, они ездят к бабушке, то есть моей матери ей 90 лет, далеко живет. Читают ей книги. Мой борту, он тысяч одну ночь, она любит. И сказки любит разные, то есть рассказывает, читает. В принципе, у каждого своя жизнь, своя семья. Например, мы родились в большой семье, поэтому мы едят из семьи, и мы тоже. Я, жена, мы едят из семьи, поэтому мы любим детей. Любим детей. Каждый ребенок, желанный ребенок. Нам нравится заниматься воспитанием. Мы, в принципе, педагоги. То есть мы за ним, их следим, за каждым их развитием. Болеем, переживаем. Мы стараемся прививать у них самостоятельность. Каждый должен быть самостоятельный, дружный. То есть уважать самого себя, в первую очередь. Потом, значит, других людей обязательно, независимо от расы, национальности, вероисповедания, то есть происхождение. Поэтому они развиваются в таком плане. Ну, семья, ну, казахская семья, это всегда большая семья должна быть. Большую семью всегда интересная, неружная. То есть всегда мы празднуем результаты каждого из них. То есть праздник, как праздник, и это наша традиция. Они переживают каждый друг за друга. Мне кажется, именно так важным к теме. Я хочу пожелать всем, всем семьям, то есть маленьким, большим, здоровья, счастья, любви, тепла и стабильности. Несмотря, то есть, например, я придержусь таких правил, как, то есть не главное, сколько ты зарабатываешь, а главное, ты как тратишь. Мы научим, например, как рационально все использоваться, то есть жить. Самая главная ценность – это уважение друг к другу, уважение всеми, любовь, сохранение стабильности и общая ценность, которая привита с детства, ну, что знаем, это, наверное, традиции. То есть традиции каждой семьи не поменят так. Желаю всем, чтобы были все здоровы и счастливы.